Мы снова со Славой. Привет всем. А это Артем, знакомьтесь. Привет, привет. Он работает на этой выставке сегодня, поэтому, наверное, нам что-нибудь покажет и подскажет, да? Еще у нас есть эксперт по игрусочным автомобилям, Максим. Привет. Добро пожаловать в 15-ю Гуанчжоу выставку. В Гуанчжоу, в Харшоу. Люксовые тачки, самые новые технологии, бла-бла-бла. И все, что китайцы пытаются и хотят продавать в этот мир. И продают успешно. Ну, самое что первое сказать. Вообще, что такое автовыставка? Для начала, допустим, ни одна компания иностранная, то есть там ГМВ, знаменитые бренды, они не могут продавать свои машины просто так в Китае. То есть могут, но это отдельные места. То есть прямо на выставке они должны совместно вообще там по документам, короче, работать с китайской какой-то компанией. То есть когда они выставляют, допустим, отдельно Cadillac, то это мы решили сделать только из-за того, что вот, допустим, можно взять. Вот он Cadillac, надпись, да? Ну, с другой стороны, вон, Saig Jam. То есть, грубо говоря, совместные какие-то предприятия. Не может просто так иностранная компания прийти в Китай, только совместно с китайцами. Естественно, тем самым китайцы частенько получают калявные чертежи, вот эти все, которые они применяют уже на своих брендах в других машинах. То есть когда, почему выходят копии, их столько много, этих копий, и они бывают очень даже неплохого качества, с каждым годом все лучше становится, они как-то даже уже переплевывают. Потому что, опять-таки, у них есть определенный доступ к этим чертежам, определенные договоренности, кое-где даже им помогает на Cadillac делать и все остальное. Ну, а как там уже на высоком уровне все это сплачет, кто там освобождает? Это, конечно, наверное, не ко мне, я больше так знаю, как это будет остаться. С этой стороны. Такие выставки проходят в самых крупных городах, то есть это Чинду, это Гуанчжоу, это Шанхай. На каждой из них, конечно, пытается показать что-то новенькое. То есть, допустим, если фирма не сделала вот в этом году какой-то прям прорыв, она выпускает какие-нибудь все машины, касаясь рестайлинги, или даже я видел, когда я, грубо говоря, уже рекламирую цвет какой-то этой машины своеобразных, какой они придумали. То есть, все равно что-то новенькое есть в каждую выставку. В Чанхай проходит раз-два года, самая мировая. В Чинду проходит, по-моему, каждый год, но там надо смотреть, какая из них самая лучшая. И что касается, допустим, Гуанчжоу, да, здесь тоже немножко каждая выставка отличается. Здесь больше показываются уже таких китайских брендов. Проходит выставка, и эти машины никуда не деются. Они не как за границей, очень частенько бывает, они где-то пылятся уже до следующего года. Их начинает возить по маленьким городам Китая. Это первое выступление, где я тоже работал, кстати, тоже я снимал один выпуск, касаясь вот как именно в маленьком городе Ковшова выглядит, каких масштабов. Вот. Ну, а вообще здесь, конечно, можно посмотреть того, чего как бы вот ты увидел, только через неделю оно появится там в интернете, то есть какие-то новинки. Даже порой я подходил, смотрел на какие-то машины, думал, ой, да это я уже видел это 100 лет назад, хотя, в принципе, немножко разбираюсь. А оказывается, нет, это только новое представление. Сентроенчик стоит. Написано 73-го года. И такие Сентроены выставляют, ну, вообще Сентроены, старые машины очень эксклюзивные, люксовые, конечно, на мировых выставках они присутствуют, они настоящие. Но я реально видел и мне частенько рассказывали, в очень маленьких городах у них тоже возят такие машинки, но они не настоящие. То есть они просто фейковые. Потому что ребята, опять-таки, видели, которые, когда их завозили, что там многие даже двигателя нету и так далее. То есть фишка в том, что они просто внешне делают идеально похожую. А китайцы, которые живут в городе, по нашим меркам это огромный, но по них это маленький. Ну, пару миллионов, это деревня, деревня. И там реально, то есть ты видишь, она вроде бы клевая, да, что понимаешь, потом присматриваешься, ну, немножко, когда глаз уменьшит, понимаешь, что какие-то колеса современные, какие-то фары вообще немножко нету этого качества. И ты понимаешь, что это реально просто фейк. Но китайцы реально думают, что у нас настоящие, у нас настоящие не ведь. Не у многих есть возможность выиграть прям большой город на эти выставки приехать. А если в Китае есть очень клевые тачки местного производства, скажем так, местных фирм, которые очень хорошие и очень выгодные, ну, естественно, все смотрят на Европу, все смотрят на Америку. И вот, допустим, в последние годы очень-очень много Линкольна начало рекламироваться везде, Линкольн, кто как называет. Потому что они объемные, они везде в фильмах, они крутые. И, конечно, люди, у которых есть деньги, они предпочитают взять тачку, которая именно там, о, как иностранцы ездят, то есть как вот в фильмах все обстоит в этих, особенно в ФБР, когда едет, они тоже тонируют, делают такие же в Китае, в принципе. Можно все это тут же по-другому полицию называть, потом очень частенько их можно увидеть даже в тюнинге в таком, как будто как с фильма. И то, что они стоят бешеных денег, китайцев смущает. Для своего канала я снял начало хоршоу, это когда приезжаешь, и здесь все закрыто. То есть каждый павильончик обнесен забором, все накрывает, чтобы никто ничего не видел. Опять-таки, это для того, чтобы до конца многие, хотя на самом деле все все знают, но когда приезжает, то мне кажется, что никто ничего не видел, никто ничего не понимает. Хотя фотки уже все равно в интернете. И на каждом павильоне они пытаются чем-то привлечь людей, касаясь не только там своей машины, а какой-нибудь развлекаловкой. То есть вот здесь просто подошли к тому, чтобы поставили то, что нужно. Да, это вот ты сел и посмотрел, как ты будешь себя чувствовать в машине. А на других, которые более подешевле, они уже ставят вот эти вот 5D и придумывают конкурсы на китайских фирмах. Вообще там чуть ли не потанцевать можно с ними на сцене. То есть как-то что-то произнести, чтобы люди скапливались. У китайцев уже такая тема. Много людей стоят, надо туда идти. Поэтому они вот собирают народ таким образом. Минимализм полнейший. А что надо? Автомобиль, вези меня домой и все. Вон находится офис ЮГУ, так сказать, китайский ютубчик. А снаружи находятся павильоны, где стримят или можно выйти там в онлайн, если ты какая-нибудь фирма, газета или что-то. Короче, вот там происходит все то, что связывает со всем миром. Иногда есть кое-какие павильоны между вот этими большими павильонами, но там очень дорого стоят, поэтому там только знаменитейшая радио. Какие-либо модель сидит знаменитая, стрим ведет, и все это стеклом сделано, чтобы люди потом сталкивались. Россия, Китай, Монголия. Это какой-нибудь пробег, наверное, был на этом автомобиле или на подобном? Максус. Ту же машину, про которую сейчас хочу рассказать, я буквально не так давно видел. Естественно, она выставлялась без вот этих вот дефлекторов обклеенных. Вот можно даже увидеть, что это чуть ли не на ходу делалось на самом деле. Короче, поналепливали немножко такого тюнинга, кое-где, члены на саморезах, на заклюпках. Короче, поставили красивые колеса, красивый спойлер, наклеили, затонировали, и все, и такая типа, оп, у нас машинка, чтобы она еще больше внимания привлекала. Хотя на самом деле 99% и 9% и ничего не изменилось. Славе очень понравился автомобиль, потому что он подходит к цвету его футболки. Крутая тачка, да? Ну, явно на ней точно не уедешь, мне кажется. Там, мне кажется, даже двигателя нет. В Китай бывает такой пример. Подходишь к ним, изучаешь эту брошюрку, стоит зарядочка, здесь даже будет место для зарядочки. Но я не про данную машину, я про те, что другие бывают. И ты говоришь, все, что как, и они говорят, поймите, это сейчас она еще не электрическая, но в следующем году она будет именно вот такая. Мы все ставим, а пока она на бензине. То есть вы можете уже оформить там документы, и у вас первая она будет, но в следующем году. Вот китайский брен, как он точно называется, я не помню. Будем называть его «единичка». «Единичка» мы его тоже так же называем. Вот это правительственная машина. То есть, как бы, судя по стойкам, да, она бронирована и все дела. Ее возят на все выставки и даже разные варианты представляют. До конца не знаю. Это как, по-моему, ее нельзя купить, как я слышал. То есть, потому что она для правительства и только для, выдается, там же где-то для чинов сидела. Прямо на улице, но такой просто сам на себя купить не может. То есть, это прям супер, люкс, Китай, мощь. У меня ассоциация вот с этим стендом следующая. Прилетело такое яйцо к окон из космоса. Приземлилось, и раскрылись вот эти вот лепестки. А тут запчасти от автомобиля. Они когда умирают, то есть батарейку развяжутся, они вот так выглядят, но когда их таскают за руки, то есть, я прям, не знаю, я прям плакал, когда снимал. Еще когда менеджер не знает, куда бы его тащить, когда они были там, небольшая презентация отелей. И они вот эти, знаешь, что они такие, короче, они бывают то включатся, то выключатся. Ну, это вот, кстати, не показывает. Это можно только так заснять, с подтишка. Вау, рентген. Машину просвечивают. Прикольно сделали, мне нравится. Необычно. Toyota один из самых больших павильонов, смотрите. Ну и Ford не отстает. Машину разобрали, можно посмотреть внутренности. Все с умным лицом заглядывают сюда, что здесь находится. Что я здесь знаю? Это колеса, это двигатель, это кузов. Все. Все? Ну, не, не, вон еще я вижу глушители, и там где-то выхлопная труба. Один бензобак. Да, из этого делаю вывод, что это не электромобиль. Новый Mondeo Energy. О, так это же, блин, как ее называется? Как она называется? Ford Focus. Ford Focus. злоупотребили действительно красным цветом все машины красные смотрите такую хотела ли у тебя такая была нет я только хотел купить у меня было перед этим модель или как правильно выразиться это получается это мазда 3 аксела mazda mx5 rf не красная я помню раньше все стебались на такие типа говномашина сейчас посмотри сколько моделей и уже никто их не ругает так сильно как раньше за небольшие деньги по приемлемой цене да то есть там уже и подогревчик идет у других уже как бы не было зайдутся и это тоже киа не нравится много лишних блестяшек все как любят китайцы оба вас подвести куда подвезите пожалуйста сейчас придумаю так иркутск не я ничего плохого не скажу про именно салон как она ездит и на сколько быстро развалится конечно же ничего не знаю а тут еще есть кстати говоря крыша как она открывается может быть интрость нужно заняться думаю открывается увы кстати объем всего 2 литра нормально мало же нормально погонять не получше проверяем закроется ли дверь с первого раза закрывается 318 тысяч юаней а мустанг 400 юаней на дорогах я такую не видел наверно концепт артем концепт или новинка стопроцентный конце вот бренд который как я понимаю он новый потому что вокруг него на шанхай что хорошо было очень много как видно не меньше почему потому что во первых эта машина рассчитана на такую такая идея короче родилась нужно породилась но ее пытается выплатить это когда покупаешь машину но ты подписываешь какие-то документы делаешь специальные разрешения и ты получается можешь отдать ее другому человеку пользоваться то есть доехал пользуешься бонжоу этой машиной ты где-то оставил ты в этой программе участвуешь приезжает шанхай там указывается где-то машина стоит ты садишься на ней едешь спокойно то есть получается такое как велосипеды в китае вот эти вот типа того они пытаются пустить эту машину и как-то там еще можно купить одну машину несколько человек как на бейке по городу гонять так он за там по китайскому вот такому движению а как на болиде формула-1 так ему как-то страшно понимаешь не некрасивая да ты представляешь это же вверх инженерной мысли с такой скоростью носиться это болезнь но мне нравится на одной выставке когда я работал то есть напротив поставили ленджровер и поставили копию ленджровера мне делать нечего было туда сюда ходил целый день посидел поковырял потом сразу же там посел поковырял чуть-чуть отличается посадка но мне допустим даже в ленджровере не оригинально лучше понравилось ты когда понимаешь что в три раза машина дешевле то есть даже там в три в четыре я не знаю как что по ходовым но опять таки все отзывается что все окей я не про тех кто продает а про тех кто пользовался по интернет посмотреть но конечно почему нет причем что некоторые реализации то есть они даже сделаны мне кажется лучше в компиях потому что ленджровер не так быстро все меняет а которые копии делают китайцы они могут раз в полгода чем-то носить нофу мы прошли примерно четвертую часть и что-то проголодались пора поесть вилка ложка надпись фастфуд мы идем в правильном направлении из этого мне больше всего нравится вот это думаю вот это жирное сало очень вкусное нам понравилось вот здесь номер два почему-то слова когда вот о еде говорит или видит ее он постоянно улыбается нравится китайская пища 30 30 10 бананы в нагрузку ложка вилка в подарок видимо банана это место воды набор это много много риса тофу чеснок с какой-то зеленью не знаю квашеная капуста мясо с чем-то непонятным и салатик поели можно и поспать как китайцы но не мы решили не поспать а посмотреть шоу много-много народу несмотря на то что четвертый день это твоя сценическая одежда сегодня в этот раз у нас все просто почти в своем салат салат Слава, она выше тебя! Пускай тут такие красивые машины выходи мимо этой машины. И тогда у людей мозг отмечается. Они покупают эту машину. Хочу сразу сказать, то, что мы танцевали, это то, что танцоры тоже будут смотреть. Это все light версия, это все фигня, как бы два притопа, три приклопа. Она типа по дороге еле, ни фига себе, смотри. Круто! Вообще, да офигеть! Полетела! Это всего один экран, вообще! Это... Кажется, это перлинг не был. Прям... Ниссан, прям крутой! Это самолучший, что мы видели сегодня, да? Вообще! Я в полном восторге! После вот этого стенда нас что-нибудь здесь удивит? Я думаю, еще многое удивит, потому что, сколько я раз не был, я все оббежал, все посмотрел. А потом где-то в интернете смотришь, блин, а это где было? Ну пошли тогда быстрее! Потому что не важно, какая марка, они могут быть на самой дешевой. Чтобы удивить, они вложат все деньги, какую-нибудь вещь или какой-нибудь аппарат, и ты просто там это все видишь. Думаешь, блин, как это вообще работает? Ну эти реально удивили! Китайский производитель автомобилей BID. Не знаю, продают ли они что-то за рубежом, но в Китае они достаточно известны. В том числе производят электромобили, которыми заполонили весь Чэньчжэнь. Все электротакси, которые есть в Чэньчжэнь, производства BID. Как тебе BID-бренд? Не, очень клево, так как я постоянно езжу, я очень часто менеджеры на этих машинках ездят, они вообще довольны, счастливы. Мне нравится, когда ездишь в такси, я кроме как в такси, собственно говоря, ни в чем не ездил этого бренда. Абсолютно бесшумно, слышно только, как колеса вращаются. Можно посмотреть, как внутри. Салончик. Бардачок. Большой-большой экран компьютера. Погонять можно? Да. Да, она уже нагонялась. Бьюик. 110 тысячи ваней. О-о-о-о. Вообще клево. Вот так простурно. Ноги влезли. У Славы ноги влезли. Потому что до тебя, наверное, еще больше человек сидел. Смотри, как он сидение откинул. Это максимально. Так, а давай попробуем завести и уехать? Нет, перевести. Сколько это? 109, да? Миллион. Делаем ставки. Сколько вот этот автомобиль стоит? Близь. Ну, давайте и тут посидим. Опа. Тут какой-то маленький китаец сидел. У меня даже ноги не помещаются. Надо откидывать сиденье. Ты узнал? Да. Сколько? 2 миллиона. Что там? 2 миллиона 700 тысяч эта машина в рублях стоит. Здесь пошли китайские бренды, которые я даже не знаю, как произносятся. Байкруп. Лифан, Китая мать. Сами они на Лифанах не ездят, даже на севере, где денег намного меньше, чем на юге. Эх, и что бы делали производители автомобилей на выставках, если бы не красивые девушки? Смотрите, сколько набежало фотографов, когда девушки обнимаются возле автомобиля. Слава замлел! 153 800. Юань. Юань. За 153 тысячи-то юаней. Неплохо выглядит. Берем, мне нравится. Смотрите, сзади много свободного места. Митсубиши. Джип. Акура. Еще один стенд тойоты. Это что? Что это? Да. Я на машину смотрю. Да, конечно, конечно. Вот на ту светящуюся. Это прототип невидимой машины. С одной стороны стоят камеры, и на другую сторону проецируют изображение, которое снимается с той стороны, и она как будто бы прозрачная. Ну, пока понимаете, технологии ушли не очень далеко, светодиодики крупноваты. Но смотрится, конечно, да. Смотрится прикольно, но такую бы я на дорогу не выпустил. Она будет отвлекать внимание и увеличить количество аварий. Это то же самое, что зеркальную машину сделать. Ее не будьте. Это так. Посмотреть. Полюбоваться. Старый развратник. Як. Люксген. Гили. И еще один стенд Хонде. Благодаря рекламе я знаю, что такое Фабия, Октавия и Йети. Это все Шкода. Ауди. Достаточно многолюдный стенд. Обычные автомобильчики посмотрели? Пошли посмотрим люксовые все-таки. Жарим по люксу. Астон Мартин, Ламборджини, GMC. GMC мне нравится. Роллс Ройс. Пакет ценники. Я не вижу ценников. Ты хочешь купить? Я бы подошел и спросил, сколько надо денег. Я бы начал уже купить. Роллс Ройсики. Беспонтовая машина. Две неправильно открываются. Макларен. Порш. И вон там в конце Мазератти. В самом углу забились. Впервые Мазератти я увидел, когда мы были в Монте Карло. Я даже этого бренда тогда не знал. Потом у знакомых спросил, что это за трезубец такой. Мазератти, сказали мне, очень крутая тачка. Судя по количеству зевак, китайцам нравится Ламборджини. Только посмотри на этих всех нищебродов. Они стоят, они не могут зайти. И мы стоим с ними. И последний элитный бренд автомобилей в этом павильоне. Бентли. У нас остался всего лишь один павильон. Там тоже вроде элит авто. Я даже не представляю, что там может быть. Вроде все бренды видели. Мы еще Альфа Ромео не видели. Ты-то, наверное, во всех автомобилях уже сидел, да? В каких только можно? Ну да. Ну как, да. Да. Ну ладно, а кого ей больше всего нравится? Больше всего? Блин, я, ну когда во всех пересидишь, как-то больше начинаю. Я всегда люблю старые машины. Более с душой. Легковое покруче выберем. Ну вот. Не будем в эту нищебродскую машину садиться. Действительно. А этот сколько? Этот 330. Артем, спасибо за экскурсию. Слава, спасибо за компанию. Мы с тобой классно полазили, ничего не понимая в автомобиле. Признаемся, да, честно? Но в любом случае было интересно, мне понравилось. Всем пока. Пока. Это был Кантонский выставочный центр, где проходит всемирно известная кантонская ярмарка. Понравилось? Я бы ее тут покручил.